всем привет с вами ирина сегодня мы поговорим о такой теме весенней конечно же это посадки семена рассада новые покупочки и приобретение и я конечно не исключение я пополнила свою новыми семенами это все мои семена и далеко не все мои семена я очень много собирала семян сама в основном это цветы и овощные культуры очень-очень многое собрала семян цветов вот который стал не лазит и храню отдельно у меня тут в основном овощные культуры и цветы те которые сейчас требуют посева на рассаду вот еще мои покупочки недавние которые я сейчас вам покажу еще также хочу заострить свое внимание на некоторых своих фаворитах прошлого года которыми буду пользоваться в этом году обязательно потому что это просто находка для огородника это ну такой степени удобно это будет один сорт томата просто для меня это было открытие если честно вот и я конечно же буду его сеять этот сорт в этом году я про него вам сейчас расскажу и покажу и также покажу свои вот эти вот покупочки вот и конечно же мы будем с вами кое-что вместе сеять на рассаду и наблюдать за этим давайте приступим более детальному обзору ну вот разложила я семена сейчас мы посмотрим более детально значит конечно же куда без питуней питунья махровая тут 5 гранул это понимаю что в капсуле вот видно питунью очень люблю садила махровую очень красиво получается она и в подвесной кашпо и в клумбе и даже я сохранила сделал такой эксперимент сохранила питунью с корнем я ее занесла и она у меня зимовала дома то есть так будет быстрее семян очень с рассады надо играться долго а вот такую вот розовенькую я сохранила значит лобелия конечно же лобелия у меня была и в клумбе и в подвесных кашпо что я заметила по прошлому году и буду усовершенствовать в этом году в подвесных кашпо надо грунт делать более влагоемким то есть потому что очень засушливое лето и цветы страдали как бы их не поливай все равно это сказывалось на цветение то есть в этом году я буду делать более влагоемкий грунт в кашпо будем делать это с вами вместе формировать вазоны и садить астром у меня есть еще свои семена астры значить опять питунья такая вот двухцветная грамм вы по моему это компактно это низкорослая очень мне нравится тоже меня было только красная вот и вот такие вот гребешки эффектно очень смотрится в клумбе у нас такие растут в парке очень красивая необыкновенные дальше обычный горох такой большой пачки у меня очень ребенок любит на грядках считать такая удачная морковка она очень урожайная родит хорошо значит арбуз универсал у меня тоже были тыковки классные росли гибридный сорт огурцов пчелоза пыльный я сажу разные огурцы и значит пчелопыляемые и самоопыляемые разных-разных сроков содревания огурцы должны быть разные порекомендовали мне вот такой вот баклажан мечта огородника называется буду пробовать в прошлом году я сеяла другие баклажаны и я их выращивала бутылках они у меня росли и колорадский жук их не ел спасение в бутылках очень классно получилось так попробую такую цветную капусту не знаю правда выйдет у меня или нет потому что капуста любит очень полив влагоемкий грунт у меня там очень сухо на даче поливать нет возможности возможно возможно это пойдет маме дальше вот такая сахарная голова капуста мне порекомендовали очень-очень мягенькая и салат и на голубцы вот она уверена универсальная мы тоже будем пробовать значит вот такой вот кову по-русски арбуз прошлом году меня не получилось арбузами надо брать очень ранний сорт чтобы у нас он успел созреть поэтому будет попытка номер два как-то у людей получалось не знаю потому что рассказывали и дыни и арбузы получалось вырастить на огороде вот такой вот кабачок в прошлом году садила и в этом году купила семена классный урожайный сорт по вкусовым качествам и мне нравится и по урожайности сажу его буду садить еще еще значит вот такой это вот такой вот редис ультра скороспелый в прошлом году я садила 18 дней значит и когда весна один-два раза успеваешь его посадить но когда уже начинается лето середина лета да вот не хватает влаги естественно он уже не такой вкусный он пористый волокнистый в общем на самаре диск да сама редиска вкусная когда когда хватает вот весеннего этого пока зарядного полива вот потом когда уже начинает засушливое лето уже все еще попробуем вот такой вот и вот этот вот сорт томатов которые я вам хочу порекомендовать это моя находочка я в прошлом году его садила и очень-очень довольна там безрассадный сорт его сажают прямо в грунт помидорки низкорослые очень хорошо сформированы такие толстые кустики получаются усыпанные помидорками помидорка самим с хорошей мякотью и тонкой шкуркой очень классный сорт я рекомендую меня женщина передо мной забрала все пакетики мне остался один я хотела взять много и засадить большой участок этими томатами не париться с рассадой потому что я честно говоря в прошлом году немножко раз рассадой расстроилась потому что я с ней носилась 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 в конечном итоге мне ее поломали скворцы макушки пооткусывали и немножко она примерзла то есть у нас получалось нестабильная погода и такая она стояла бурая такая знаете бывает рассада примерзает в общем она болела болела ну в конечном результате был урожай но вот этот вот практически не болеет он вылазит из грунта всходит когда он получается уже этот томат он закаленный он хорошо растет он не болеет фитофторозом он поражался практически я обрабатывала один раз фитоспорином и на этом я забыла хорошо переносит он сухость у него могут под подряд листики когда не хватает влаги но на урожай на сами плоды на цветение никаким образом это не влияет то есть классный сорт я просто восторге просто восторге я конечно же еще буду искать и посею очень-очень много ему по вкусовым качествам и скажем так удобству ты просто мега мега да изобретение так что такие дела это то что я купила в этом году также у меня очень осталось много семян я сохранила с прошлого года я сажала мне очень понравилось сохранились некоторые такой душистый горошек очень классно цветет бьется и пахнет просто просто буду еще садить мальвы садовые у меня не взошли махровую такую вот я садила голубой каскад лабелии очень красивая махровый портулак тоже очень у меня классно цвел мне фотографии ставлю разных цветов смесь очень любит солнце засушливая каменные горки засушливое лето это мне напоминает цветочек крым мы ездили до отдыхать там постоянно сеяли в клумбах очень красивый неприхотливое растение также вот подсолнце и буду селить их в этом году они высокие получаются очень красиво декоративно смотрятся боже тут очень очень много всего я не буду вам показывать эфиноцея бархатцы белые такая петуния покупала она мне такая не получилась другой цвет получился то есть не совпадение лаванда лаванда класс это просто супер как можно просто вырастить лаванду и посадить для лаванды засадила прям аллеи себе поделала это просто запах и медонос и даже вот ароматизатор домой сорвать да и и высушить и ложить и в шкафы и подушечки делать чтобы спать хорошо значит вот как она называется экономная упаковка 200 штук это раз но в чем прикол этого сорта значит тут с одной семечки сейчас вам покажу семечки получается растет три бурячка вы так что когда-нибудь если я вам найду фотографию или видео кусочек открой я вам вставлю как это интересно но действительно до чего дошла то есть одно семечки растет три растения и не не друг другу не мешает они развиваются все то есть довольно таки крупные буряки хорошие я получила свеклу урожай свеклы я получила отличный отменный можно сказать и я еще садила свеклу другую называется бордо до бордо не буду показывать у меня еще очень очень много такой я садила в прошлом году хороший спорт в общем бурячок бордо свекла бордо так же мне сохранилась и еще сортовая тоже кукурузка сладкая это я еще буду сеять а да я купила еще петунью антенную ты что-то ее сюда алина положила очень люблю желтые томаты очень люблю лук батун меня просто порадовал в прошлом году очень урожайный в первый год я его подкармливала раза три золой просто сыпала золу в грядке и он у меня был очень очень толстым сочным пережил всю засуху радовал у меня тут самых заморозков хорошей зелени то есть мы постоянно были на зелени очень порадовал щавель естественно растет вот сама я собирала семена понравившийся мне сорта помидор но это многолетняя а то она у меня уже в прятках есть она взойдет так фасоль конечно же я буду сеять семена я собрала вот такой если арбузик в прошлом году да вот свекла бордо нашлась вот так крым сам цвет да уже популярный сорт ковуна тоже только написано что он ранний скороспелый около 80 дней но что-то у нас не не сложилось вот сорт зенуле я его полностью высеяла в прошлом году покажу вам его как оно растет где-то у меня есть кусочек видео я снимала так вот это классное растение очень декоративно смотрится цемерария вот такую капусту я сеяла тоже классная очень неприхотливая да вот кстати я покупала захотелось в маркете так ну в общем на этом все я вам показала такое вот что я буду сеять в этом году вот у меня очень-очень еще много других сортов огурцов свекла бордо у меня остались еще семянки очень много тоже очень урожайный сорт меня свекла очень порадовала в прошлом году да и главное я еще подкуплю вот этих вот томатов я не знаю может быть у вас нету такого именно так как чтобы они назывались может быть какое-то другое название но именно ищите безрассадный сорт томатов попробуйте попробуйте вам понравится будете сеять всегда в общем такое было видео спасибо всем за внимание с вами была ирина всем пока и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...